В прошлом году я рассказывал про неофрираннер. За этот год в мире интересных железок, достаточно таких преслых, дешевых, много чего изменилось. И я все еще за этот год продолжался заниматься немножко динту. И хотелось бы подвести итог годовых изменений на конференции. Вот, значит, я первое. Я приехал со всем своим зоопарком. Первое интересное устройство, которое вышло в прошлом году, это Шивоплак. Не знаю, кому интересные коробочки, могу тоже передать. Передайте, покажите всем остальным. Передавайте. Передавайте. Шивоплак это вот такой вот плагабал компьютер, очень маленький визуально. На самом деле половина его это блок питания, то есть на самом деле сама плата еще в два раза меньше. Очень мощный, тут конфигурацию можете видеть. Для армов, один из самых быстрых армов на данный момент, с очень низким энергопотреблением. Устройство готовое для продакшена, в принципе. И желающие с ним развлекаться могут потратить всего лишь каких-то 99 долларов. Я немножко поясню, я не являюсь ни одним продажником из тех устройств, которые я сейчас буду рассказывать, просто... Нет, мне за это не платят, просто хотелось бы показать людям, что M-Band, Linux, он не такой страшный, как вчера рассказывали люди из промвада. Вот, и не надо так долго ехать, как вчера рассказывали Вася, чтобы портировать с других платформ. Вот, на самом деле выходит огромное количество устройств сразу с Linux, сразу с хорошим Linux, это значит, что у вас фактически есть поддержка AppStream Kernel. Вот, и вы просто можете его брать и играться. Вот, если кто-то обладает более высокой квалификацией, возможно, зарабатывать деньги за счет поставки вот такого-то устройства за там X2 Price с каким-то набором софта. Вот, вот этот вот Гуру Плаг, который там бегает, он является первой версией. И в этом году вышла следующая версия, вот, тот Шива Плаг фактически являлся девкитом для Гуру Плага. Гуру Плаг, по сравнению с теми вот конфигурации, которые были озвучены, обзавелся Wi-Fi и Bluetooth. Теперь вот такой вот домашний компьютер может без проводов работать у вас отлично дома. Вот, он вышел в трех конфигурациях, в серверной. Вот, здесь на рисунке изображена сервер плюс конфигурация, где там есть два USB, два ESOTA, два гигабита Ethernet. За каких-то 127 долларов. Опять же, для дома использование Wi-Fi очень удобно. Есть вообще замечательная штука, которая, правда, в данный момент не производится, но будет запущена в производство буквально в этом месяце. Гуру Плаг дисплей. Вот, такая, да. По уже показанным девайсам, а VG-выход где? Вот, у последнего есть HDMI. До этого нет ни у чего. Вот, потому он и является таким вот приятным уже для дома, возможно, для подключения, чтобы сделать из ваших любимых телевизоров больших возможность ходить в интернет. В общем, там есть HDMI. Вот, далее. В прошлом году видели. Не фрираннер. Вот, кто еще не видел, опять же, посмотрите. А можно всегда перебитать? Я надеюсь, оно дойдет раньше или позже. Вот. Он тут... Кто-то уже потерялся. Вот. Тут, опять же, если кому интересно, комплектация данных устройств, все в коробках видно. Не фрираннер обладает некоторыми замечательными свойствами. Если гуруплаг это такой сервер для домашней, то не фрираннер это телефон. Будем считать, что он работает. Вот. Кто со мной пытался разговаривать в последние дни, знает качество. Но тут все везет от того, насколько я был умен. И, как говорится в пословице, не было печали до апдейтов. Накачали. Вот. Очень удобное устройство в том плане, что оно позволяет вам поиграться, попрограммировать GSM, акселерометры, Wi-Fi, Bluetooth. Вот. Очень весьма интересно и так далее. Если кого-то GSM, Wi-Fi, Bluetooth на таком телефоне не удовлетворяет, вот. К нему можно приобрести дебагборд. Такой вот. Который вам позволит отлаживать ядро и так далее и тому подобное. В отличие от тех разработок, которых вчера рассказывал Промват, это счастье стоит всего лишь 100 долларов. Это не 3000. Тоже можете глянуть. Кому интересно, что это такое. Да. И он вчера поучаствовал в спасении Васина вот здесь девайса. Ну, точнее, до этого поучаствовал. Вот. Поехали дальше. Значит, а есть еще одно интересное устройство. Viki Reader. В прошлом году, когда я рассказывал про Nerf и Runner, уже ходили активно слухи о смерти компании OpenMock. И мне даже задавали вопрос, умерли ли они. Я утверждал, что они не умерли. Вот. И в связи с тем, что они не умерли, они выпустили осенью этого года устройство, такое Viki Reader. Вот. За 99 долларов, опять же. Он не имеет никакого отношения к Linux, но очень имеет тесное отношение к Википедии. Вот. Кто не знает, в Википедии есть одна большая проблема. Она онлайн. Вот. 78% мира живет оффлайн. Вот. И в Беларуси условия жизни весьма хорошие. Вот. Но в Африках и так далее оно весьма не очень. И люди пытаются захватить рынок обычных устройств. Вот. Для обычных людей, которые просто могут в кармане у себя наслаждаться чтением Википедии. Вот. Здесь, может видно, посмотрите на устройство. Отличный дизайн, отличный интерфейс. Здесь есть кнопка рандом. Рандом по Википедии это самая важная кнопка. Кто попробует, тот знает. Вот. Также уже в этом году вот компания OpenMoco, когда умирала, полняла огромное количество своих разработчиков. Вот. В связи там с коммерческой целью. Часть из этих разработчиков в Гонконге основали компанию Charism, которые занимаются разработкой интересных мелких устройств. и которые идеализируют и развивают свободное ходваре. Я в прошлом году делал доклад, кто помнит о том, что в ходваре есть проблемы. Вот. Его тоже нужно развивать. Его тоже нужно как-то компаниям объединять в свои усилия. И проблема открытости ходваря очень большая проблема. Многие компании очень много повторяют. Вот, собственно, наработки. И вот компания Charism борется за открытие. И создали такой вот ноутбук. Первый ноутбук меньше 100 долларов. Этот проект не провалился, как проект One Laptop Per Child. Да. Он действительно стоит меньше 100 долларов. Да. Вот. То есть, если кто-то пару лет назад мечтал, дайте нам лаптоз за 99 долларов. Есть. Что хотели, то и получили. Вот. Потому что за 99 долларов устройство действительно получилось низкопроизводительным. Там всего лишь 366 МГц. Но, с другой стороны, это полноценный Linux. На него ставят Debian, OpenVRT. Я занимаюсь Gintu. Те, кто поближе знаком с M-Bandet, знают такие слова, как Glepsi или Usilipsi. Вот. И то, и другое там имеет смысл и очень весело с этим возиться. Вот. Это касательно по устройствам. Вот. Теперь, как бы, то, чем занимаюсь я в свободное время, это Gintu. Вот. Почему Gintu я отвечать не буду? Но я могу вам ответить на вопрос, что делать, когда вы уже выбрали Gintu и хотите его на таких устройствах. Вот. Надо его брать и пилить. Пилить много, немного. Все зависит от того, в какое время вы подключаетесь. Итак, историю Gintu я фактически разделил на 5 пунктов Gintu Embedded проекта. Вот. Она началась достаточно давно с тех людей, которые захотели на тех точках, где многие видят OpenVRT, увидеть Gintu. Вот. Есть такие люди. И они, значит, сделали очень много для поддержки Linux'а и Core Utils'ов и всего прочего, для поддержки усилий PSI в Gintu. Вот. Потом пришло время КПК, вот, где было очень много сделано наработок уже по запуску Matchbox'а и OPE, вот, где люди пофиксили кучу проблем кросс-компиляции уже на уровне стандартных Linux'овых туллов. Но мир не стоял спокойно. Потом появился OpenMock'а. Вот. К этому моменту уже пришел D-Boost, пришли X'ы. Вот. Появились новые проблемы. Вся эта радость, опять же, снова не работает для кросс-компиляции. Вот. И опять активно-активно фиксили. Вот. Потом появляется Shiva Plug в прошлом году. Опять же, с этим устройством как раз-таки было меньше всего проблем. Разработчики самого устройства фактически сделали все для MainCernal ядра. Вот. Наличие Generic Purpose очень fast-warm процессора позволило на нем фактически за бесценок человеческих сил запускать любое серверное программное обеспечение. Вот. У меня там крутится несколько виртуалок LX-сэшных, про которых рассказывал вчера Денис Пынькин. Вот. Очень все вкусно, приятно. Оно там Apache, OpenVPN и так далее. Все на него влазит. Вот. Здесь становится хуже видно. В этом году к проекту также подключился Google. Вот. Со своим Chromium OS. Кто не знает, на самом деле эта штука собирается из Gintu. Вот. Там очень удобно. Ну, это не смешно, это интересно. Вот. Оно собирается из Gintu. И end-пользователи, конечно, этого не видят, потому что для них все это спрятано очень глубоко. Но Gintu-шная концепция оверлеев и активные наши наработки, которые были сделаны за время OpenMock и Schwab Plug по кросс-компиляции, вот туда все попали. Ну, фактически можно считать, что я каким-то образом делаю Chrome OS. Вот. Про кросс-компиляцию. Вот плохо, картинка не видно, но если присмотреться, можно увидеть пищеводительный тракт человека. Вот. Я должен заметить сразу, когда говорят о кросс-компиляции, что автоконф это путь, в общем, по этому тракту. Вот. На самом деле не так плохо автоконф. Сегодня еще будут отдельно по этому поводу рассказывать. Не будут. Не будут? Ну, вот, значит, в прошлом году хорошо рассказывали о том, чем он так плохо. Я лишь замечу то, что не так плохо автоконф, как он очень сложен. И специально там стоит звездочка, что на самом деле это люди, которые начинают его использовать, ведут себя непонятно куда. Потому что на самом деле им можно пользоваться, но он просто очень сложный. Некоторых вводят в ступор, что там опции сборки, например, если вы пишете скрипт проверки значения, которые вам передали при инициализации, вы внезапно в основную свою функцию получаете не yes и no, а enable while. То есть было выставлено переменное или нет. И вам приходит не значение, надо выставить или выключить фичу, а было оно выставлено пользователем или нет со своим значением, в которое выставлять. В общем, делают просто поистине огромное количество ошибок. Мне пришлось написать кучу патчей к очень многим проектам для того, чтобы это поддерживать. Ошибок категорически согласен. Вот. Огромное количество ошибок. Бог с ним не легоси, люди просто не умеют им пользоваться. Он очень сложный. Он фактически все позволяет, но просто очень сложно им. Сложно пользоваться. Однако, представители, разработчики языка Perl, Python и еще все те, кто любит писать кастомные мейкфайлы, пошли еще дальше. Им, видно, показался автоконф очень простым. Да, они поступили еще глубже. И они сразу стартанули туда, куда ведет автоконф. Вот. Кросс-компиляция Perl, Python или тех людей, которые пишут кастомные мейкфайлы, это просто ад. Это местами невозможно или местами очень-очень сложно. И причем разработчики данных языков, они... Их не волнует кросс-компиляция, и приходится в результате в МБН-мире с ними водиться очень серьезному. Насколько я помню, для одного из устройств, которые выходили для Зауруса, Perl пилили полгода, чтобы он хоть как-то начал кастомно, захардкордженно скомпилироваться для Арма, для Зауруса. Для всех остальных... Простите, на то, что в Perl отдельно появляется папка кросс, и в котором прямо прописано инструкциями, что для Зауруса надо сделать так, если у вас что-то другое, то мы не знаем, что делать. Простите. Это просто не выход, когда полгода уходит на это. Все из-за того, что используют собственные свесла. Это же касается и питона. Люди не хотят и пользоваться стандартами, они опять начинают изобретать велосипед на своих языках программирования, которые им очень нравятся. И все это вылазится в проблемы. Плюс нюанс в том, что можно по 5 лет ждать, пока не пофиксят баг, в котором ты приоттачил патч. Вот он просто будет лежать, валяться, вот им на него все равно и так далее. У них там Perl 3.0 был, они что-то делали. Ну, с кастомными файлами понятно, они, к счастью, обычно простые. Люди не задумываются о том, какой может быть тулчейн и так далее, но, к счастью, эти файлы простые, по ним обычно просто достаточно пройтись с эдом, и все будет хорошо. Хорошо. Есть, когда мы говорим о программировании по дэдбендеду разработку, основной проскороскомпиляции, но многие почему-то начинают с нативной компиляции. Нативная компиляция на большинство эдомбендедустроф это связится в труд. Вы будете неделями что-то делать, оно вам на 99% что-то вам скажет плохое, и вы окажетесь в ситуации, когда вам фактически надо начинать заново. У нас была нативная сборка от Винукса на армии. Ну, в общем, тогда... Без QEM-у? Начальными, неделями. Вот, и просто очень обидно на 90-м проценте получить какую-то проблему. Последнее время все стало гораздо веселее. То есть, появились средства типа 10CC, которые позволяли это дело оптимизировать. Эта волна действий получила новое направление. Люди активно стали ставить распределенную компиляцию, но продукты тоже развивались. Фактически, кто не знает, для линковки хрома нужно порядка гигабайта памяти. Итак, берем шивоплаг или какое-нибудь еще более маленькое устройство. Ему нужны гигабайты памяти на линковку. Включаем своп, если мы делаем нативную компиляцию. Вот, да. И в результате часа два оно может просто линковаться. Это если вы сразу догадались и сделали свопа много. Я знаком с людьми, которые подбирали размер свопа с третьего-четвертого раза. Вот, просто вот, ну, фактически, есть здесь как бы нюансы. Вот, немножко слов про Chromium OS. Вот, это, каждый может себе с чека учить его исходники, посмотреть. Это действительно в чистом воды Gintu. Очень много взято из Gintu Embedded. Они сделали собственный просто оверлей. Вот, активно в нем сделали бранчи для, ну, даже не бранчи, отдельной конфигурации для всех своих десяти платформ, которые они поддерживают. Вот, и фактически сборка Chromium OS сейчас является, как бы просто делается одной командой. И является примером того, как можно допилить Gintu Embedded, для того, чтобы она у вас отлично работала в силе Open Embedded или Open VRT. Просто, кто не знает, на самом деле, вот, Open Embedded проекты и так далее, они пользуются некоторыми хаками. Они, как бы, делают вам кросс-компиляцию, но в нативной компиляции они тоже собирают кучу софта, для того, чтобы настроить всякие конфигурационные файлы. Потому что проблем хватает, ну, из самых смешных, по СВД умеет править только один файл, ЕТК по СВД. Ему никак не подсунуть другой файл для правки. В результате, если у вас скрипты, установки, выполняют какие-то действия, связанные с тем, что вам нужно создать пользователя, вы должны их либо сделать на ручную на девайсе, либо в чуруте. Вот, кто пользовался Open Embedded, тот знает, что первая загрузка на устройстве всегда длится минут 15, и там все постоянно эти конфигьюри пакет, конфигьюри пакет, конфигьюри пакет. Вот, а в Dintu Embedded там, как бы, здесь точно такие же проблемы, которые мы пытались решить. Гуглу нужно было рабочее решение, они просто написали пачку своих хаков. У них там свой по СВД написанный на питоне, который просто в лоб правит немножко файлик и так далее. Пример того, как может Dintu Embedded работать, если вам действительно нужно, чтобы оно работало, а не было красиво и вкусно. Вот, здесь, опять же, плохо видно, нарисован танк Т-34. Вот, и слайд про Тюему. Тюему — это оружие победы Embedded разработчиков. Вот, хотите вы этого или нет, вы к этому раньше или позже придете. Вот, у него есть некоторые проблемы с перформансом, но здесь у нас, как бы, есть уже возможность ему указать много памяти. Вот, он достаточно быстро работает на машинах и так далее. Вот, я, грубо говоря, пока вот разбирался с Gintu, вот, и за последний год люди придумали к нему кучу интересных штук. Во-первых, появился QEMU-юзер. Точнее, он-то появился давно. Это возможность вам запускать бинарники другой архитектуры через QEMU. Вот, без запуска полной виртуализации, а просто подгрузкой маппинга системных вызовов из того ядра, которое должно быть на армии, в настоящее ядро. Но совсем, вот, буквально год назад появился патч Chroot, вот, QEMU, который теперь позволяет вам, QEMU-юзер, сделать Chroot в другую архитектуру. То есть у вас, фактически, есть отдельный каталог, где вы кроскомпилируете что-то. Вот, вы делаете QEMU Chroot, он, фактически, вы попадаете в этот каталог со сменой архитектуры. Вот, причем может меняться с любой на любую. Вот. Работает оно, конечно, хорошо, очень быстро, поскольку эмулируются только сус-колы, вот. А почему оно хорошо работает? Потому что три года назад наши ребята потратили год для того, чтобы нативную компиляцию под QEMU сделать для арм. Молодцы! Мир круглый, земля маленькая, и все друг к другу повязаны. Вот. Последний год я вот этим активно баловался. Очень полезная штука LXC-контейнеры. Денис про них вчера рассказывал, но очень иногда нужно протестировать загрузку системы. То есть, Chroot — это Chroot, но это еще не загрузка системы. При загрузке системы у вас куча из демонов Inidate и так далее. Вот. Вчера Денис рассказывал, что фактически можно запустить свой процесс. QEMU User плюс LXC позволяет вам запустить другой дистрибутив в Chroot. Начинается с Inidate. Получается, это единственная спокойная и нормальная возможность тестировать Inidate, как бы, штуки. Вот. Также эти штуки позволяют вам в рамках QEMU Chroot тестировать тиксовые приложения, просто запустив там VNC-сервер или по X-протоколу. Работает все, несмотря на как бы кажущиеся страхи достаточно быстро. Вот. Значит, продолжим дальше. Что у нас ожидается в будущем? В будущем у нас ожидается все больше новых интересных устройств с Linux. И они, грубо говоря, будут такими устройствами, которые могут попасть в ваши руки. Ну, Linux Embedded, он уже не таков, как был пару лет назад. Не надо обладать большим количеством денег или больших, там, делать большие умственные затраты, не надо быть жидчайшим кернил-хакером и так далее. Вам просто устройство может попасть в руки или вы можете захотеть его приобрести достаточно дешево, и для вас оно фактически будет очень таким интересным. Но если хотите, вот, для сравнения, фактически Linux Embedded сейчас находится в состоянии для обычного такого Linux-пользователя, как Linux на десктопе в 95-м году. Стандартное что-то работает, что-то можно ковыряться, заводить, некоторые штуки не работают, но уже не требуется сверхвысоких академических знаний, чтобы там запускать какие-то дополнительные устройства. Скорее всего, будут появляться всевозможные телефоны, таблетки и так далее. С телефонами очень хорошая... Телевизоры, да. Все, что в Intel сейчас новое, кристаллическое, с DVB-T, оно все практически на левом. Вот, причем, я добавлю, многие телевизоры спокойно даются вам в том виде, что вы открываете панель, фактически там только всего лишь не разведен житак, вы к нему можете его развести, припаять, подключиться, и можете делать все, что угодно. У меня есть знакомый, который спокойно получал даже от компании-производителя телевизора весь софт, который ему необходим был. Очень многое сделала компания OpenMock, хоть и с телефоном они как бы остановились, они запустили катализатор людей, которые занялись реверс-инжинирингом GSM-ов. Поэтому на данный момент почти... HTC G1, Android G1, первый телефон, там Android все лучше знают, а также многие HTC-шные модели фактически готовы к тому, что на них в ближайшее время будет работать обычный Linux. Вот, не Android, а вот обычный Linux. И следует ожидать того, что... я надеюсь, по крайней мере, что за ближайшие два года ситуация станет такой, что любой человек, у которого появится ему в руки Android-телефон, может взять с него... вот, просто сменить Android на что-то более классическое для него, там Debian, Ubuntu, Dintu и так далее. Вот. Интересным вопросом, что у нас будет являться в ММЭтнад разработке, собственно, в системе. Тут просто нет, а кто читал тезисы, вот, которые... сейчас прохожусь, вот раздел этот назывался у меня Linux Mbendet 2.0. Вот, то есть, что у нас будет происходить, по крайней мере, ту тенденцию, которую я сейчас наблюдаю в Linux Mbendet за последний год. Во-первых, люди отказываются от проблем с initd. Последнее, что я видел, это initd, в котором... который даже не использует ни одного бинарника из рута для запуска. Он просто... все монтирования, все нужные ему проги просто делает через SUS-колы. То есть, он не то, что даже... он не то, что скриптом конфигурируется или какими-то конфигурационными скриптами, а там просто за хардкорджены команды. Это позволяет очень быстро грузиться. Вот. Оно все еще медленнее. Оно медленнее получается. С SUS-колами получается чуть быстрее. Вот. Тут в паре с тем связано, что также получило развитие devfs2, скажем так, так называемый devtmpfs. Кто знает, сейчас в Linux для инициализации устройств нам нужен udev, mdev или распаковать торбол, который будет занимать огромное количество места и вообще создать кучу ненужных устройств. Вот. devtmpfs... Нет, это в любом Linux. У тебя либо udev, либо mdev, либо торбол. Вариантов нет. Не обязательно. Вот. дистрибутивы, в которых статический статический dev и просто входной файл с описанием тех устройств, которые тебе нужны на этом устройстве. Вот. Ну, это как бы я отношу к варианту статический. Вот. Просто появилась концепция devtmpfs в 32-м ядре. Это когда фактически ваше ядро на этапе инициализации инициализирует все устройство, само создает все устройства. Вам не нужен ни udev, ничего. Вас фактически просто надо devtmpfs, вам будет перемонтировать, и фактически все те устройства, которые у вас ядро честно нашло, оно вам и покажет. Отсутствие udev говорит о том, что оно, правда, все появляется с рутовыми паровами и только для рута, но можно, грубо говоря, udev и mdev сделать опциональным. Где-то на поздних этапах загрузки, чтобы проинициализировать все устройства. Кто знает, смотрел, udev на самом деле достаточно долго стартует, и это позволяет от него отказаться, сохранив все его фичи. То, что у вас будут ровно те устройства, которые у вас проинициализированы. Вот. Что касается NAND под флешковых память, мы, как бы, уже все многие видели, там это активное развитие UBFS-а, вот, которое очень подходит для NAND-а, развитие всевозможных там файловых систем для SSD вида BTRFS. Вот. В этом тоже мы можем получить, как бы, и большие преимущества. Вот. Тут нарисовано железо. С точки зрения железа в Linux приходит поддержка мультитача, по крайней мере, она есть в Qt. Ожидается, что она появится в данный момент в стандартных X-ах и так далее. Вот. Также активно развиваются различные компоненты, я уже, как бы, упоминал GSM, всевозможные экраны сенсорные и так далее. Все это будет получать все большую поддержку Linux-кернила, и это позволит нам играться со всем тем зоопарком, который будет попадать в наши руки. Вот. Интерфейс. Вот. Если посмотреть за интерфейсом, вот, то в данный момент уже приходится смириться с тем фактом, по крайней мере, в мультимедийных MBD-ных разработках, что у нас X-ы, OpenGL, OpenGL, OpenWG. Вот. Кто не знает, OpenGL ES просто не подходит для рендеринга 2D-граффити. Вот. Он только треугольнички и 3D, а для серверации 2D вам нужен OpenWG, который, опять же, сейчас есть в очень большом, огромном количестве устройств. Вот. Если смотреть на Toolkit, я тут вижу просто две тенденции, это Qt и Enlightenment. Qt – это Nokia, Enlightenment в данный момент это Samsung, который, если кто не знает, например, из последнего Bada, который сейчас активно пиарится, это на самом деле не Linux, но какой-то их кастомный кернил. Они пишут туда кастомный middleware для телефонных нужд, но поверх этого запускают самый обычный Enlightenment. Вот. Если есть фанаты такой булочки, то они, возможно, будут рады. Вот. Также, с точки зрения юзер-интерфейса, у Linux есть одна большая проблема. Полное отсутствие UI. Найти приложение, которое нормально работает на экране 320 на 240 или на телефонном 60 на 480, это примерно в два раза меньше, чем на ваших ноутбуках, просто очень сложно. Вот. Найти конфигуриалку Wi-Fi или Blue... X-Term не работает. X-Term работает, но не всегда ты будешь хотеть им пользоваться. Вот. То есть, как бы, я ожидаю, что в течение ближайшего года-два появится огромное количество, ну, достаточное количество софта. Опять же, это огромное поле деятельности. Если вы хотите, чтобы, ну, софта нет, вы хотите внести свой вклад, у вас есть устройство, вам хочется, чтобы весь мир пользовался вашим софтом, вы просто его пишите и делаете. Обычно, вот, по крайней мере, в комьюнити, пока это не попадает в руки больших компаний, как правило, кто первый софт сделал, того софтинку и будут очень долго пользоваться и развивать. То есть, если... И опять же, Linux за последние 5-10 лет стал устройством, которая, ну, операционной системой, которая работает. Или, чтобы которую поправить, надо иметь недюжинную опыт работы, недюжинную квалификацию, чтобы полезть там и действительно поправить что-то там в KDE или еще в DBA, если вам что-то не нравится. Вот, Linux на M-Band сейчас с точки зрения юзер-спейса находится в состоянии маленького ребенка, вот, который еще нет генерик софта, нет привычек и фактически не надо обладать большой квалификацией, чтобы написать какое-нибудь интересное, полезное приложение. Вот, это просто очень фан. Вот, и все. Хэппи-хакинг. Вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Такой вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ